Ушедший год стал успешным для многих бобруйских предприятий, в их числе и завод растительных масел. Он вносит огромный вклад в формирование выручки социально-экономического комплекса города. По предварительным итогам, только объёмы производства здесь выросли в два раза. В цифрах – 120 миллионов рублей. Это неудивительно, а ведь всё чаще на столах белорусов можно увидеть нашу марку. Объёмы производства наращивать у нас есть достаточные производственные мощности. И цеха ФХР, и участка по переработке масличных культур, а также и розлива. Что касается объёмов производства масла фасованного, то они тоже растут. В ассортименте бобруйского бренда 20 наименований. Весь процесс создания качественного масла от маленькой семечки до готового продукта под строгим контролем не только специалистов, но и современного оборудования. Благодаря системе очистки здесь получают товары европейских стандартов качества, а всего год назад завод обновил линию розлива. Вот так выглядит пластиковая бутылка до попадания в автомат. Под температурой в 112 градусов установка раздувает колбу до привычных нам размеров. За час аппарат способен выдать 3000 штук. Рапсовое масло, которым славится завод, хорошо влияет на обмен веществ, ускоряет регенерацию в клетках и снижает количество холестерина, чем способствует похудению. В нём присутствуют омега-3 и 6. Проходя особую очистку, продукт содержит самые разные жирные кислоты. И потому полезнее, чем оливковое, самого высокого качества. Планируем увеличение поставок на внутренний рынок, чтобы белорусский народ имел доступный белорусский продукт и поддерживал белорусского производителя. Качественный и ответственный подход к работе сотрудников предприятия отмечен на аллее трудовой славы в сквере на Минской. За свою более чем вековую историю завод менял названия и владельцев, но всегда оставался верен великим традициям, которые с гордостью чтит и сегодня. Ирина Гуревич, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360.